Три минуты, чтобы покинуть класс. Реальной угрозы нет, но по легенде ученикам необходимо эвакуироваться из здания. На этой неделе во многих образовательных учреждениях города прошли тренировочные мероприятия. На одном из них побывала и наша съемочная группа. Обычный урок в седьмой школе первоклассники с большим интересом слушают своего учителя. Как нужно действовать, если происходит опасность, пожар или какая-то другая опасность? Леша, повтори, как надо действовать? Спокойствие. А вот еще кто-то нам хорошо говорит. Сохранять спокойствие. Сохранять спокойствие. Памяты должна быть? Нет. Но в этот самый момент случается то, к чему ребята готовились только в теории. Возгорание произошло на третьем этаже в районе актового зала. На самом деле это всего лишь легенда учений. Тем не менее, школу должен покинуть весь персонал и ученики. Главное, чтобы никто не остался. Посчитали по головам, все на месте. Необходимо теперь об этом доложить директору школы. Сегодня первый класс у меня, да, и первый раз. Они немножко боятся, заволновались. Но посмотрите, все очень хорошо, успешно все эвакуировались. Несмотря на холод, у ребят отличное настроение. Никто не испугался. Понимает, что это всего лишь репетиция. Мне не страшно, это учебная тревога. Выпустили дети? Если бы была страшная, то уже давно все выбежали, их распустили по домам, школу бы потушили. Тренировочная эвакуация прошла успешно, однако у организаторов есть небольшие замечания. Ну, недостатки есть всегда, и для этого, собственно, и проводятся эти самые тренировки. Ну, в общем-то, все сделано правильно. Время, за которое мы эвакуировались, 3 минуты 20 секунд. Ошибки? Ошибки есть всегда. Недостаток? Не все дети эвакуировались в масках. После эвакуации все ребята вернулись в свои классы. А вот для учителей обязательно пройдет совещание, где будет проведена так называемая работа над ошибками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова